В Иловайске полным ходом идут масштабные работы по ремонту лифтового хозяйства в узловой больнице и поликлинике. Еще в июле в ходе визита главы ДНР в город железнодорожников Денис Пушилин дал поручение устранить бюрократические проволочки и ускорить установку лифтов, которые уже были завезены в медицинские учреждения. Нужно отметить, что до последнего времени там эксплуатировались венгерские подъемники, изготовленные еще в 70-х годах прошлого века. За выполнение поставленной задачи взялось несколько подрядных организаций. Для установки новых, современных лифтов строителям нужно было немало потрудиться. По словам главного инженера подрядной организации Сергея Пуциковича, разбить добротный советский бетон было очень трудно. Несколько электроинструментов в ходе не выдержали проверку прочности, встретившись с этим стойким строительным материалом. Кирпич сумасшедший, бетон сумасшедший, все это надо было разбить вручную, вручную это все опустить, все это убрать. Ну, справились. Глава администрации Иловайска о ходе работ знает все до мелочей. И как строители расширяли и усиливали дверные проемы для груза пассажирского лифта в больнице, и как пришлось вручную обрабатывать приямок шахты подъемника. Забетонирован приямок, установлены противовесы, установлен полностью каркас, и на больнице, и на поликлинике полностью установлена верхняя часть, это электрооборудование, это подъемный механизм, это полностью установлены уже шахты лифта. Уже и в больнице, и в поликлинике установлены дверные проемы, выведены кнопки. Ну, вы видели сейчас, на сегодняшний день, конечно, лифтеры работают, работают люди у нас с понедельника по субботу. Конечно, мы стараемся как можно больше проводить времени на работе, для того, чтобы не выйти за поставленные нам сроки. Лифтовое хозяйство больницы и поликлиники Иловайска ремонтируется капитально. То есть, старое оборудование лифтов полностью заменено на новое. И двигатель, и тросы, и кабина, и система управления. Сегодня подрядчики заняты наладкой электрики подъемников. Чтобы заменить оборудование, пришлось даже разбирать крышу здания и привлекать специальный кран. Надо было оборудование через крышу старое убрать, новое поставить. Ну, мы тоже это справились, разобрали крышу, все убрали, по новой крышу сделали. У нас уже даже лифт ездит в техническом режиме пока. Сейчас мы заложим дверные проемы, покрасить шахту лифта, покрасить машинное помещение. И чисто такая отделочная работа. Ну, в принципе, и все. От нас больше ничего серьезного не требуется. Главные сложности, с которыми столкнулись строители и специалисты лифтового хозяйства в ходе капитального ремонта, уже успешно преодолены. С облегчением рассказывают подрядчики. Это значит, что поручение главы республики будет выполнено в срок.